И что? И что мне делать с ней? Она теперь мертвым капиталом будет стоять. Все, я никуда не могу выехать, даже на площадку сюда. Гаишники будут здесь, остановят, и все, и до свидания, права. Завтра Леониду Грицаеву придется законять автомобиль в гараж. До весны причина стара как мир. Страховщики отказываются выдавать полис ОСАГО. С 17 числа я пошел к ним. Я говорю, ну что, выписываем полис? Нет. Я говорю, в смысле нет? Вас записали на март месяц? Я говорю, в смысле на март месяц? Ну в прямом смысле, типа того. Я говорю, девочки, вы что? Совсем уже. Совсем девочки или нет, и почему выдачу полисов затягивают на три месяца, Леонид выяснить так и не смог. Поэтому во второй раз отправился в Росгострах в сопровождении нашей съемочной группы. Увидев журналистов, страховщики стали уверять, никаких проблем с выдачей нет. И тут же выписали Леониду Федоровичу полис. Почему получилось? Да потому что вы приехали. Если бы вы не приехали, мне бы так и до марта не выдали его. Не успела наша съемочная группа уехать, как подошел еще один недовольный клиент Росгостраха. С точно такой же историей. Заявление написал еще в начале декабря, а за полисом сказали приходить в марте. Страховщики даже объяснили Валерию, почему не хотят выдавать ему новую страховку сразу. Страховать не стали, потому как я отказался от страховки, от несчастного случая. Пошли мы за новым полисом и вместе с Валерием. Однако во второй раз на недоразумение агенты Росгостраха уже не ссылались, а попытались выставить нас за дверь. Я не решающее звонок, я ничего с этим не делаю. Но вы же сейчас человеку выписали полис, мы которым... Мне позвонили, сказали сделать. А кто позвонил? Кому нам позвонить, чтобы этому человеку тоже выдали полис? У меня в январе заканчивается страховка. Но нет у руководителя. Специально сказали, что вы не делали. Такой телефон, по которому можно позвонить, чтобы... Претензию в приемную. Хватит меня снимать. Покиньте, пожалуйста, помещите. Объясните, почему вы страховку не выдаёте? Я вообще не страховку. Ничего внятного сотрудница Росгостраха так и не смогла объяснить, отправив нас к руководителю, которого, по традиции жанра, на месте не оказалось. Валерий Воронин остался караулить начальника в приемной. Евгений Софьянов, руководитель Росгостраха, появился только ближе к вечеру. И зная, что скандал уже попал в объектив нашей телекамеры, дал распоряжение срочно выписать Валерию Воронину полис. Вот и выходит. Хочешь получить автостраховку без проволочек? Бери с собой на Тобена. А иначе, либо ждать полисом несколько месяцев, либо, кроме ОСАГО, иметь целую стопку страховок на все случаи жизни. Дело в том, что у меня сын застраховал. Ему не страховали жизнь в три раза от клеща. Три страховки от клеща сделали. Лишь бы была дополнительная услуга хоть какая-то. Покупать четвертую страховку от клеща семья Бревниковых не стала. Они написали заявление в прокуратуру и сейчас собирают по бакану подписи. Впрочем, Бревниковы не надеются, что толк будет. Ведь мизерными штрафами страховщиков не напугать. Уверены в этом и антимонопольщики. Чтобы был толк, штрафы должны быть по несколько миллионов рублей. И такая практика в России уже есть. Вот, допустим, страховая компания «Росгустрах» получила штраф в Ростове. 11 миллионов рублей за нарушение законодательства антимонопольного. Но сколько прошло времени? Они почти полтора года рассматривали. Доказать сговор страховых компаний в Хакасии пытаются и наши антимонопольщики. Полгода они уже собирают доказательства. Страховщики понимают, что запахло жареным, и пытаются ставить у ФАСу палки в колеса. Тот же «Росгустрах» пытался скрыть, сколько у них клиентов в один и тот же день, кроме ОСАГО, оформили другие страховки. Мы не могли получить эту информацию, потому что «Росгустрах» пояснял, информация очень объемная, у нас нет программных средств, чтобы вам ее предоставить быстро очень. Мы ее не предоставим. Это очень долго. Сидите, сами выбирайте. То есть, когда мы пришли, мы обнаружили, программные средства есть, сами все выбрали, эту информацию себе скачали. Таким образом, УФА с Хакасией собрало уже достаточно улик и теперь намерен доказать сговор страховых компаний. Первое судебное заседание состоится сразу после новогодних каникул. Другой вопрос, что рассмотрение дела, как и в Ростове, может затянуться на месяцы. Поэтому антимонопольщики советуют автовладельцам не сидеть сложа руки, а нести заявление в Роспотребнадзор. Ксения Буганова, Андрей Доржуев, Евгений Сульбереков. Новости, 7-й телеканал.